Хлеб-соль Павлодара Соль И выросли здесь белоснежные горы. Ну почти белоснежные, на самом деле слегка бурые, потому что соль промышленная. В 18 веке ее добывали практически вручную. Затем бурлаки тащили лодки, груженные солью, вверх по течению реки, чтобы потом лопатами перегрузить на тележки, потом на верблюдов и доставляли в Павлодар на переработку. Город в буквальном смысле вырос на соли. Промысел развивался, поселок рос и в 1861 году стал городом. Назвали город Павлодар в честь наследника Российского престола. Павлодар. Город. Областной центр Павлодарской области. Координаты. 52 градуса 18 минут северной широты, 76 градусов 57 минут восточные долготы. Площадь. 638 квадратных километров. Население более 330 тысяч человек. Был в Павлодаре Невский проспект. Местный. Назывался Топталище. Тротуар на главной улице, где прогуливались нарядные барышни и бравые кавалеры. А еще был славен град Павлодар многочисленными ветряными мельницами. Ребятишки использовали их вместо каруселей. Конь-кобежный спорт начал развиваться у нас до революции. Пожарная команда в Павлодаре организовывала каток, заливала его. Заливала ныр в тишине. Впрочем, у пожарной команды была и непосредственная работа. В 1901 году в Павлодаре случился сильный пожар. В основном Павлодар был одноэтажным, деревянные постройки были. 24 мая стояла сильная жара в городе и сильный ветер. И случился пожар. Сгорело около 400 домов. Глава города издает указ. Приказчикам и купцам цены на предметы и товары первой необходимости не повышать. В пожаре уцелели только каменные дома. А те принадлежали, как правило, людям зажиточным. Уцелел и этот деревянный дом. Торговый дом Герова Артемия Ивановича, он намочил кашу, обложил фундаменты крыши и одну бочку спирта поставил возле дома, одну бочку спирта поставил возле киша. И люди с одним ведром и с кружкой бегали от одной бочки спирта до другой. Забивали горе свое от того, что не сгорело, и спасали добро Герова. В начале 20 века главной достопримечательностью стал синематограф, предлагавший повладарцам под фортепиано и мандолину оценить следующие шедевры киноискусства. Феерию в трех частях. Сонька золотая ручка, пегая красавица, замрите проклятые струны и ах не терзайте грусть мою больную. Знатное время препровождения. Пышный бал. На него никогда не ходили просто потанцевать. В первую очередь тянулись за обществом. Нередко дамы и кавалеры имели вполне конкретную цель. Найти себе невесту или жениха. Много раз на балов были. Были детские балы, были творительные балы, были приборные, были великосельские. Ребятам клуба старинного танца пока не удалось найти письменных источников с детальным описанием повладарского бала. Иначе они бы его точно поставили. Нам повезло, что повладали очень много творческих, интересных людей, которые решили, а сделай никому большинство. Прямо сейчас, в этой жизни. А это уже зрелище массовое. И самое главное, доступное. Цирк. Его построили в 1910-м. В это время по Сибири кочевала знаменитая труппа Карамыслова. Повладарцам известный укоротитель и предприниматель поставил ультиматум. Либо вы строите цирковое помещение, либо я откачевываю. Посмотреть на канатоходку Антуанету Сырбу и чемпиона Норвегии господина Руальда Осгарца горожанам хотелось. Цирк на скорую руку сколотили. Деревянное здание клонилось на бок. Но канатоходку и чемпиона увидели. Это спешно сколоченное здание простояло 22 года. В нем выступали Иван Поддубный и, конечно, Хаджимукан. И говорят, была ничья, но они стали очень большими друзьями. Всем, кто строит новый Павлодар, дорогие имена своих знатных земляков. Поэтесса Майра. В старых кумыснях Павлодара звучали ее революционные песни. Академик Сатпаев учился здесь в школе. После 20-го съезда партии возвращен народу большой русский поэт Павлодарец Павел Васильев. Ты строй мне дом, но с окнами на запад, Чтоб под окно к нам Индия пришла, В павлинных перьях, на слоновьих лапах Ее товары золотая мгла, Граненные веками зеркала. Грань веков в Павлодаре можно не только увидеть и потрогать, Но и даже самому принести в музей. Казалось бы, обычный крутой склон к берегу реки Иртыш. А ничего подобного. Уникальный поэтник природы, гусиный перелет, Место захоронения древних животных. Палеонтологический музей под открытым небом. Говорят, когда-то на этом месте останавливались гуси, Когда летели на юг и обратно. Это настоящий клондайк. Здесь везет даже самому неудачливому палеонтологу. Захоронение мамонтов, гиппорионов и прочих обитателей доисторического периода. Одно из крупнейших на Евразийском континенте. Во время весеннего разлива, когда рушится берег Иртыша, Вываливаются многочисленные кости. То есть каждый год местные жители, рыбаки, Собирают различные останки этих животных. Происхождение уникального кладбища до сих пор загадка для ученых. А впервые мировой общественности о нем стало известно в 1928 году. Здесь откопали останки доисторических носорогов, оленей и даже африканских жирафов. Кости вывозили вагонами. Четыре вагона костей увезли отсюда. Из Павлодара в Москву. На Павлодарских костях в Москве создали палеонтологический музей. Но кое-что из найденного осталось и в Павлодаре. Особой гордостью музея является вот этот красавец из ледникового периода. А точнее, его трехметровые уникальные рога. Постоянный объект для шуток посетителей. Павлодарский мегацерос гигантиус. Или большерогий олень. На него заглядываются все палеонтологи. Таких в СНГ всего три. В Киеве, Москве и вот наш. Судя по рогам, которые достигли своего максимального размера, это происходило весной. Видимо, животное пришло на водопой на берег реки Иртыша. И увязло в глинистой вот этой вязкой почве. Впрочем, здесь не только палеонтологам есть где развернуться. Уникальная стоянка эпохи неолита, петроглифы, захоронения древних кочевников. И не случайно, наверное, что именно эта земля подарила Казахстану выдающихся археологов. Кемаля Акишева и Алькея Маргулана. Территория Казахстана открыта в очень много уникальных памятников. В том числе памятников строительной культуры эпохи Бронзы. А так вот надо отнести к самым важным наследникам ревней цивилизации. Кстати, Алькей Хаканович – потомок Олжабай-Батыра, знаменосца Аблай-Хана. Советник Хана, поэт и один из авторов Житы-Жаргы Бухар-Жирау тоже выходят из этих мест. Павлодарская земля вообще благоволит к людям творческим, все условия создает. Именно этот край открыл миру величайших умов археологии, литературы, кеологии, кинематографии. Здесь родились, жили и творили. Каныш Сатпаев – геолог, академик. Григорий Потанин – путешественник, географ. Шакен Айманов – режиссер, актер. Султан Махмуд Турай-Гыров – поэт, писатель. Ермухан Бекмаханов – ученый, историк. Начиная с 70-х, свадебный шлягер той же Ры знают и поют не только в Казахстане. Легендарный био Дос Мукасан тоже из этих мест. Памятник культовому ансамблю на территории Павлодарского университета. Бронзовая композиция – это четверо основателей группы. Вот в центре стоит Мурат Пустоинов, он сегодня возглавляет Дос Мукасан. А вот это Дос Мусулеев, он первый руководитель ансамбля, академик, национальная академия наук сегодня, почетный ректор Казахстана Мисарпаева, профессор. Вот Хамит Санбаев, Дос Мукха Хамит Санбаев, Александр Литвинов. А вот Сан произошло от того, что его называли, Саней называли. И еще шесть участников. Вот они, за спинами основателей. Это те, которые пришли в ансамбль в разное время. Инициатором создания монумента стал давний поклонник Дос Мукасана, ректор Павлодарского госуниверситета имени Турайгырова, Ерлан Арын. Он знает все их песни. Невозможно было попасть. Это самая была трагедия. Битком набито. Ломали тогда двери. А в то время это комсомольское время организовывалось все. Двери выламывали. Залазили через вторые этажи и что угодно. В этом году вокально-инструментальному ансамблю Дос Мукасан 44 года. И вообще по количеству почетных горожан, мемориальных досок и фонтанов на души населения Павлодар занимает первое место в СНГ. А может быть и в мире, утверждают павлодарцы. За 16-ти этажки начинается и тянется, тянется. Все это один самый длинный дом в Павлодаре. Его построили в 80-х годах по ленинградскому проекту. Специально для сотрудников семического завода. Тот располагался неподалеку. В народе его сразу прозвали Китайская стена. Кстати о заводах. Их в Павлодаре примерно столько же, сколько и музеев. Культурно-промышленный Павлодар. Рабочий квартал. Когда-то по этой улице проходили поезда. Местные жители добирались на них до заводов. По самому Иртышу курсировали корабли типа ракета. На таком за 5 часов можно было добраться до Семипалатинска. Я достала пароходы. Это было удивительное зрелище, потому что ехали пароход гудел, конечно, постоянно. Вот это черный дым из трубы и палуба. На палубе люди сидели, разжигали самовар, пили чай. Еще в советское время город Павлодар считался одним из лучших городов, не только в Казахстане, но и в Союзе. Именно в плане архитектурных решений. Вот, наверное, это самая основа. То есть люди, которые жили, работали здесь, они отдали душу этому городу. Продолжают отдавать душу городу и сегодня. Вот, например, главный архитектор Павлодара. С его легкой руки появились цветные дома. Сегодня все силы города брошены на Усолку. Новый микрорайон с масштабной застройкой. Три года назад представлял собой пустыню, то есть здесь не было ни одного строения. И вот за последние три года он разросся, стал одной из главных строительных площадок города. Эту территорию готовили под жилой массив еще в середине 80-х. В течение нескольких лет из реки намывали грунт. Но в 90-х проект заморозили. А недавно на этих землях началась застройка. Здесь уже построена поликлиника, возводится кардиохирургический центр, на очереди школа и детский сад. У нас происходит реконструкция набережной. На улице Камзина, на территории стадиона автомобили, строится грандиозный спортивный комплекс. С пятью залами различной направленности. Строится школа бокса. Возле городского дворца культуры построен теннисный центр. У Павлодара интересно место расположения. С одной стороны город как бы зажимает река Иртыш, с другой стороны ограничивает промышленную зону. Город только остается, что растит на север да на юг, в дом берега реки Иртыш. Павлодар литературный, археологический, промышленный. Крайщедрый по Тарайгырову, ястребиный по Васильеву. Поэт Халежан Бекхожин многие свои стихи посвятил родному городу. Вся жизнь твоя, как сказка хороша, как волны ласковые Иртыша. Сегодня мы грядущие творим, тебе дома и песни мы дарим. Уверенную, сильную рукой могучий мост возводим над рекой. Субтитры сделал DimaTorzok